И весь день и в эти минуты в Москве у репетиционной базы ансамбля имени Александрова работает наш корреспондент Дарья Белоусова-Петровская, которая тоже совсем недавно летала в командировку в охваченную войной Сирию, тоже на лайнере российского Минобороны. Она с нами на связи. Даша, здравствуй. Разбился тот самый самолет, на котором ты летала? Коллеги, здравствуйте. Я не уверена 100%, но скорее всего я летела в командировку в Сирию именно на самолете Ту-154. Как правило, когда Министерство обороны организовывает полеты в Сирийскую республику для гражданских лиц, все проходит на высшем уровне. Это касается и безопасности, и организации самого полета. Мы тоже летели с аэродрома Чкаловский, но мы летели прямо на авиабазу Хмеймим без остановок на дозаправку. Почему в этот раз самолет Ту-154 сделал остановку в Адлере для дозаправки, я, к сожалению, пока сказать не могу. На сегодняшний день это настоящая трагедия для России. На борту самолета находилось 92 человека. Все погибли. Среди них музыканты академического ансамбля «Песни и пляски» российской армии имени Александрова. Музыканты и солисты летели на авиабазу Хмеймим, чтобы дать предновогодний концерт для военнослужащих. Такая трагедия, что она не может оставить равнодушным. И национальный ансамбль, лицо страны, ансамбль, который знал весь мир, погиб. Да погибли просто удивительные люди. Это невероятная трагедия. И я думаю, что сегодня вся страна с родными и близкими. Всех всегда жалко людей, которые кто бы не погиб, кто бы не умер. Но когда такие талантливые уходят, в общем, цветы, я считаю, нации. Конечно, невосполнимые потери и для самого ансамбля, для музыкального мира и даже, ну, можно сказать, и в целом масштабе самой России. И сегодня концертному залу Александровский именно здесь проходят репетиции ансамбля. Целый день несут цветы, зажигают свечи. Это музыканты, артисты и простые граждане, которые любят музыку и песни этого ансамбля. Если вспомнить, какую песню мы все знаем, где слышны слова хора, я вас являю, это одна такая песня «Вставай, страна огромная». И поет ее ансамбль Александрова. Жуткая трагедия. И, в общем, она ударит, но ансамбль будет все равно. Это не то, что какие-то там в частной эстраде появляются звездочки. Это была мощь, это сила, это просто, понимаете, гордость странная. Поэтому, говорится о чем-то очень страшном. Очень страшном. Пока рассматривают две версии крушения самолета. Это техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Версию теракта исключают полностью. Спасибо, Даша. Из Москвы была шеф Российского бюро Белтеля радиокомпании Дарья Белоусова-Петровская.